И так, ну что ж, Ария, Рума и маленькие любители покушать, и это великолепная Факторио с модом Кроссторио 2. Как я люблю это говорить всегда, об этом говорю с закатом Бразерги, кое-какие изменения. Я, в частности, пытался наладить всю эту урбанистику, которая у нас происходит на базе. Расширил все вот это производство, которое гигантское у нас здесь находится. В частности, здесь у нас есть теперь нефтедобывающая промышленность. Здесь, получается, у нас просто добыча идет воды. Сделал здесь гигантское производство обычных зеленых схем. Для этого мне пришлось сделать небольшое такое производство обычного дерева. И также начал здесь производство для красных схем. Для этого нужно было сделать отдельный цех под камень с переработкой песка, кремния, силикона. Это все грузится у нас в поезда, доставляет сюда. И остался у нас последний, получается, ингредиент в виде обычного, получается, пластика. А для пластика я сделал в отдельной схеме. Здесь производство нефтепереработки Такая же схема, которая у нас есть на базе Только более компактно расположенная И я думаю, что она у нас будет более-менее основной И потом, если у меня будет желание, вот это безобразие отсюда перенесу И сделаю так, чтобы попутка доставлялась сюда Так же, как и смазка, которая тоже здесь производится, тоже сюда бы доставлялась Сейчас же я хочу заняться немножечко другим В прошлой серии я вам напомню, что мы запустили ракету Но, к сожалению, не получили с этого вообще ни сколько науки И надо сейчас с этим разобраться Хорошо, что я немножечко почитал за эту тему И я понял, что я немножко запокапился В том плане, что у нас, оказывается, был с вами спутник А я почему-то его не использовал, почему-то я его не нашел в прошлый раз Ну, ладно, главное, что я его сейчас нашел И начал на моле производить Не знаю, насколько его эффективно можно производить здесь Но он у нас здесь производится Для него не нужны никакие серьезные ресурсы Все у нас для него готово И много здесь спутников уже произвелось Сейчас же я хочу запустить ракету И попробовать с этого заполучить немножечко науки Ну, насколько это эффективно получится сделать Вот здесь вот у меня есть конструкции малой плотности Если никто не против, сейчас на основную шину базы я их себе выведу Только с целью того, чтобы потом использовать как раз для запуска ракеты Вот здесь у нас происходит все это безобразие основное Производятся блоки управления ракетой Как раз в таком гигантском количестве, кто мне и было нужно Я немножечко, как вы понимаете, подрасширил Вот здесь вот блок создал дополнительный И сейчас я как раз хочу это все использовать для того, чтобы запустить эту самую ракету Думаю, в принципе, запуск организовать именно здесь Ничего в этом сложного не будет Так как я подозреваю, конструкция малой плотности никуда дальше не пойдет Она сюда вот заворачивает И заодно я уже сюда продлил себе обычные вот эти вот ракетные топлива Которые у нас здесь хранятся давным-давно Их тоже я успешно, получается, гружу в нашу ракетную установку И все у нас пошло успешно работать Поехало Немножечко ускорителей себе добавлю для того, чтобы процентики побыстрее шли И также я хочу здесь себе создать небольшой сундучок Который бы грузил все спутники, которые здесь у нас есть, в нашу ракету Остался мне последний нюанс Если у нас вот эта вот ракетная шахта будет производить колбочки научного исследования То их нужно как-то грузить То есть я должен сюда еще раз подвести пояс наш любименький Вроде это все вывел Должно это теперь в пояс загружаться И пояс у нас успешным образом пошел здесь курсировать Надо сейчас ему только будет сделать фильтр небольшой на все эти самые микросхемки А, уже? Я не заметил, как быстро у нас ракета стартовала Ставим ей автопуск И по идее она должна нам уже приносить исследования Возможно в будущем я сделаю несколько ракет Но это в будущем надо посмотреть по количеству ресурсов, которых будет хватать или нет Так, пояс далеко не уезжай Опа Эй Я опять глупих То, что нам здесь даются космические исследовательские данные А не пакеты И вот эти данные мы должны еще превратить в самые пакеты Надо сейчас будет переделывать тогда А чтобы получать технологические карты Нам нужны пустые карты просто И космические исследовательские данные Нам просто нужна вот такая вот схема Где-нибудь внизу На производство этих самых карт Мне для производства необходимо построить квантовые компьютеры Ими мудрить я не хочу Поэтому просто размещу подобное производство, что размещал где-то выше Все, квантовые компьютеры пошли производиться Но не до конца Им оказывается еще нужны процессоры Правда об этом мне никто не говорил Но сейчас мы им подведем И я думаю никто сильно не обидится на эту тему Все готово И сейчас они начнут производство основное наше И как раз я тут подведу поезда Которые должны уже давно курсировать И по идее это все должно работать Но почему-то не работает Ага, просто я забыл выбрать необходимый рецепт И соответственно здесь не нужны были синие микросхемы Да, я просто гений Теперь точно это работает И теперь это точно пошло производиться И даже в нашем поезде специально для этого местечка нашлось Пусть это все у нас производится Пусть это все складируется замечательным образом И мы не будем особо помешать этому процессу Теперь же, когда у нас доступны получаются белые колбочки На производстве мы можем дальше начинать производить Что-либо более эффективное и более нужное нам Я давно хочу произвести вот эту силовую броню Mark III Нам по идее для этого все готово Наверное только не хватает вот этих вот карт Для которых, как мы и говорили с вами Нужны иммерситовые шестерни А это, как ни странно, переработка продвинутой иммерсита Достаточно серьезная вещичка Которой нам сильно не хватать будет Но почему бы не начать это все производство Раз у нас на это все позволяют Там, по-моему, нужны не такие серьезные вещи Сейчас на исследование я пустил вот эти вот карточки Они должны будут использовать у нас, выгружаться И исследования у нас мало-помалу какие-нибудь пойдут Ну а мы вместе с вами идем таким образом целенаправленно делать производство иммерсита По-моему, я хотел с вами его делать вот в этом квадрате Но не знаю, насколько это будет эффективно Для пластин, получается, нам нужны всего две вещи Редкие металлы и иммерситовый порошок Порошок мы с вами можем грузить в поезд И уже поезд доставлять до нашего места, где мы будем делать пластины И мне кажется, это будет наиболее эффективный вариант И как раз для этих целей подойдет вот этот квадрат, где есть уже необработанный иммерсит И здесь нам нужно будет организовать подобную систему С уборкой, получается, всего ненужного песка То есть он просто будет уничтожаться А иммерситовый порошок у нас будет где-нибудь складироваться и грузиться в поезда И как раз у нас вот это вот идеально, мне кажется, подойдет разлом иммерситовый Где я могу разместить этот карьерный бур И чтобы у нас просто все это было Хорошо, сейчас у нас пойдут дрончики это все достраивать Дострою этот квадрат их до полного Мне пока что нужно здесь будет разместить еще один поезд с доставкой этого самого иммерсита Правда, я не знаю, куда лучше, наверное, делать Я думаю, вниз Вот здесь у нас будет доставка Разгрузка иммерсита у нас теперь готова Сейчас нужно лишь подвести так, чтобы у нас весь иммерсит эффективно разгружался Из вот этой вот самой иммерситовой добывалочки Поезд уже здесь готов, уже размещен Уже, в принципе, готов он начинать ездить туда-сюда-обратно Но пока я ему не буду это назначать Это больше не надо В принципе, у меня сейчас есть вот эта добыча Этого иммерсита Пока что, я думаю, этого хватит Нужно сейчас только сюда ускоритель добавить И все, пошло-поехало Скорость маленькая, да, но что поделать Главное нам сейчас организовать всю необходимую переработку Как я уже говорил, если вдруг не будет хватать этого квадрата То, я думаю, можно будет организовать гораздо-гораздо больше Нужно сейчас вообще посмотреть, сколько я вообще этих дробителей смогу разместить здесь Вот, по-моему, идеально Я могу разместить 30 дробителей таким образом, чтобы у нас шел один полностью заполненный конвейер С иммерситовым порошком и один полностью заполненный конвейер с песком Таким образом, я успешно смогу уничтожать то, что мне не нужно и оставлять то, что нужно Вот так вот как-то схема эта встает Надо сейчас немножечко поменять расположение конвейеров И все будет наилучшим образом Я только что подумал, а зачем это все здесь перерабатывать, здесь дробить Здесь уничтожать, вот этими дробить Если это все можно так же грузить на поезд И в поезд уже куда-то девать И поезд куда-то уже уничтожать Ну, ладно, я уже строю и так что пофиг Типа, если вдруг случится так, что не будет хватать мощностей вот этих вот дробилок То мне придется, наверное, так и поступить Имеется ввиду погружать все это на поезд и уже поездом куда-то везти Тем временем я тут уже достроил, в принципе, производство иммерсита Он у нас успешно уже добывается и перевозит туда, куда надо И песок весь уже должен уничтожаться, по идее Ну, как-то только сюда подвезут вот эти дробители, которые никак не хотят подвозить Единственное, что мне мешает, это вот этот вот карьерный бур, который здесь стоит Именно туда вот ввысь как-то раздвигаться Ну, ладно, хотя бы так у нас все это работает Я случайно почему-то сюда запросил топливный элемент из урана Я как бы не против, у нас есть и поезд, который, в принципе, ездит на топливе из урана Я только за, если у нас будет здесь такой же в наличии По факту он отличается от обычного ничем, лишь скоростью Если у обычного поезда максимальная скорость 220, то у этого 250 Не знаю, насколько это большой прирост по скорости, но ладно Хотя бы таким образом у нас все это будет работать Сейчас мне нужно, по идее, здесь еще парочку мест разместить Вот это, конечно, бур очень сильно портит картину всего происходящего Ну, да и ладно Вот так выглядит, в принципе, этот локомотив Я бы не сказал, что он как-то сильно отличается от того, что было у нас до этого У него, наверное, окошечка вот здесь побольше, но я бы не сказал, что сильно Хотя вроде такой же Пускай у нас уже едет и добывает и привозит сюда иммерсит Пусть этот иммерсит здесь уже пискуется И таким образом у нас все будет здесь замечательно происходить Если вдруг будет не хватать вот этого количества, я могу здесь еще разместить Ну и опять-таки все упирается вот в этот вот бур, который здесь ни к селу, ни к городу на самом деле Я сейчас хочу сделать небольшую логику То есть вот эти вот конвейеры, которые везут весь иммерсит, необработанный из вот этих вот элементов В наш вот этот склад Они будут активироваться только когда в этом складу иммерсита будет меньше, чем 90 тысяч Таким образом у нас получится то, что вот этот вот бур будет работать постоянно Весь этот бур будет дробить до тех пор, пока у нас, я думаю, не исчерпается это бурное жило Теперь нужно организовать здесь станцию по погрузке Но я думаю, она ничем сильно примечательным отличаться здесь не будет Все, по идее, готово Иммерсит пошел у нас загружаться Сейчас нужно здесь сделать поезд обычный И теперь, получается, этот поезд будет с песком ездить туда-сюда, пока ему не надоест У меня, по идее, все в логике и в логистике есть необходимое Сейчас это все будет доставляться И иммерситовый порошок здесь будет добываться Нужно сейчас контролировать, естественно, хватит ли переработки песка для всей этой темы И нужно сейчас уже организовывать, как мы с вами договаривались, вот в этом вот квадрате Добычу иммерситовых пластин Вот для них, к счастью, ничего вообще серьезного не нужно Мы же с вами уже считали, для них нужны только редкие металлы и порошок Значит, здесь будет доставка иммерситового порошка А здесь доставка драгоценных металлов Песок у нас здесь складируется И драгоценные металлы сейчас должны привестись По идее, если я все правильно настроил И тоже должны здесь начинать складироваться Для дальнейшей переработки То есть, плюс-минус, все печки будут расположены вот таким вот образом Вот здесь вот с двух сторон И я думаю, что это оптимальный вариант для всего этого безобразия И для всего этого размещения Получается более-менее симпатично, я думаю, так что нормально Пойдет Но я так скажу, что вот этих вот пластин теперь Ну, приличное количество Они достаточно быстро делаются Я думал, они гораздо медленнее И их нужно куда-то выводить Давайте их, скажем, вот в этот вот проход будем выводить То есть, выше, который располагается вот здесь вот Нужно очередную сделать станцию загрузки Теперь мне просто нужно банально увеличить количество этих печек Для того, чтобы это все более-менее хотя бы у нас теперь исходило Куда-то уходило И все это нормально преобразовывалось И так, чтобы хотя бы это было более-менее эстетично, наверное И посмотрим в итоге, что из этого выйдет Так, если у нас, получается, будут вот эти самые полбочки Нам будет не хватать только литий-серных батарей По-моему, они не так сложно делаются Так, чтобы прямо совсем Они где-то у меня даже производились Если я все правильно помню Вот они, да Я их производил в минимальном количестве Чисто для того, чтобы у меня были различного рода исследования и изучения Например, они нужны были для второго уровня вот этих вот персональных турелей Для больших персональных вот этих вот батарейчик И всего такого подобного Получается, для литий-серных батарей нужен только медь, литий и серная кислота Литий у меня производится вот здесь вот Достаточно в прикольных количествах Достаточно даже больших, я бы сказал Я думаю, даже получится это рано или поздно вот в одну ячейку запустить Я не думаю, что это как-то много места занимает, чтобы не запустить в одну из ячеек Пока я думаю, в маломальских масштабах можно организовать и половинчатое производство То есть полуавтоматическое Сейчас вручную закинем просто вот эти вот иммерситовые пластины, которые я здесь понаколупал И попробуем что-то произвести, хотя бы парочку, хотя бы просто маломальскую парочку этих самых схем Просто на проверку, будет ли это все работать Конечно же будет, но мне хочется произвести, мне хочется проверить Ведь основная работа по факту это монотонный гринд, который мне останется закадно произвести То есть увеличить количество вот этих вот иммерситовых порошков Которые здесь добываются для того, чтобы увеличить количество этих печек Которые просто как-то очень мало производят необходимого нам всего и вся Так, получается, вот эти вот самые технологические карты, они должны у нас производиться тоже в квантовых компьютерах Ну, я думаю, тоже 4 штучки, я думаю, хватит И как раз мы пока бежим, мы все это с вами безобразие рассчитаем И всего каких-то 24 химических завода, ну, на литий-серной батарейке Всего-то Да, это как-то слишком много Не ожидал я такого И 8 нужно вот таких вот сборочных автоматов на иммерситовые шестеренки Думаю, зря я решил это прямо сейчас начинать организовывать Поторопился я немножечко Я думаю, в скором времени мне даже придется вот здесь вот линию, которую у меня с поездом Как-то по-другому пускать Объединять как-то вот с этой вот основной нашей линией И организовывать дополнительную доставку разных материалов и ресурсов Именно вот сюда вот нам на базу Например, я думаю, сюда как раз-таки первым делом доставлять иммерситовые пластины Где-нибудь вот здесь вот организовывать это все в безобразие Хотя у нас как бы здесь организована добыча железа И я не знаю, как это лучше все организовать И мы упираемся в нехватку пространства Что для меня очень неожиданно Заглянув на это все в безобразии сейчас Я не думаю, что есть какой-то смысл организовывать в маломальских масштабах это все Нужно прям капитально и кардинально начинать это все делать Как только у меня произведутся необходимые масштабы И мне в следующей серии придется очень много готовиться на самом деле Чтобы это все нормально у нас работало Ну а пока, я думаю, потихонечку мы будем с вами закругляться И тогда на этом все Всем спасибо, что смотрели У микрофона был как всегда Ваш покорный слуга Амамору Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok